Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и в этом видео мы с вами обсудим вчерашнюю ночную атаку Соединенными Штатами Америки и Великобритании на ту часть Йемена, которую контролируют хуситы. Вашингтон и Лондон, в свою очередь, сказали, что это такой ответ на нападение хуситов на корабли, которые следуют в Красное море. Хуситы же заявляют, что они атакуют те корабли, которые следуют в Израиль, либо же принадлежат израильтянам в ответ на действия израильских войск в Газе. Понимаю, звучит сложно, но сейчас разберемся в деталях. А также поговорим о том, означает ли вчерашнее событие начало большой войны на Ближнем Востоке, и какие последствия это новое обострение будет иметь для Украины. Начать предлагаю с предыстории, а также с того, кто такие хуситы. Это шиитское движение, союзное Ирану. Их путь к власти в Йемене начался с 2011-2012 годов, когда в странах Ближнего Востока прошли Майданы, которые получили широкоизвестное название Арабская весна. Тогда, если помните, на Ближнем Востоке были массовые антиправительственные протесты, и они погрузили огромный регион в пучину войн и террора. И, собственно говоря, этой участи не избежал и Йемен. Там Майдан, который активно поддерживали хуситы, привел к свержению президента, который правил страной более 30 лет. Новый президент, который пришел к власти, не мог удержать ситуацию в Йемене под контролем, и к 2014 году страна была на грани гражданской войны. Началась вражда самых разных группировок, и хуситы оказались самыми сильными, поскольку они были, ну, такие, организованные. В начале 2015 года они взяли под свой контроль столицу Йемена Сану, а также крупнейшие густонаселенные регионы на севере и западе, и начали наступление на юг. И в ответ на это соседние арабские страны во главе Саудовской Аравии по просьбе легитимного президента Хади начали вооруженную интервенцию против хуситского Майдана. Эту интервенцию поддержали Соединенные Штаты Америки, а Иран оказал поддержку хуситам. После чего началась большая война, которая вызвала крупную гуманитарную катастрофу. Авиация коалиции бомбила йеменские города, еще и была морская блокада. Миллионы людей оказались на грани голода, тысячи мирных жителей погибли. Но военные успехи саудитов и их союзников оказались незначительными. Хуситы же проявили себя как умелые и довольно высокомотивированные солдаты. И, кстати, именно они начали использовать различные ноу-хау в этой войне, которые, кстати, сейчас используют в войне в Украине и в СУ, и российские войска. Например, удары беспилотниками по тылам противника, которыми, в частности, был атакован в 2019 году крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии. Перелом в этой войне наступил в 2020 году, когда хуситы нанесли коалиции ряд крупных поражений. И в 2021 году, убедившись, что Саудовская Аравия не может добиться военного успеха, Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки перестанут поддерживать интервенцию. В 2022 году было заключено перемирие. Параллельно, при посредничестве Китая, Иран начал постепенно восстанавливать свои отношения с аудитами. В то же время ситуация в Йемене все равно далека от стабилизации. Страна остается фактически расколотой. Нынешнюю атаку США и Британии на Йемен, которая произошла в ночь с 11 на 12 января, многие окрестили как начало новой большой войны на Ближнем Востоке. Но на самом-то деле это очень громко сказано. Пока же речь идет о ракетных ударах англо-американской коалиции по хуситам и ответных ударах хуситов, а также про иранских группировок в Ираке по американцам, что и раньше в принципе тоже происходило. Возможно, они станут более интенсивными, что приведет к большему количеству жертв среди американских солдат. Но как-то принципиально это на расклад сил на Ближнем Востоке, а также на войну в секторе Газа не повлияет. Йемен сам находится довольно далеко от театра военных действий. Но и США не могут отнести хуситам критический урон одними лишь воздушными ударами, о которых предупреждают и заранее пишут, по сути, все СМИ в мире. Даже предотвратить новое нападение хуситов на корабли в Красном море это вряд ли поможет. Чтобы сокрушить хуситов, нужно проводить полномасштабную сухопутную операцию. Но сил для нее в регионе у Запада нет. А Саудовская Аравия вряд ли захочет повторить свой печальный опыт интервенции в Йемен. Если только хуситы сами не нападут на Саудовскую Аравию. Поэтому большая война возможна лишь, если в это дело вмешается Иран. Нанеся удар, например, по американскому флоту и военным базам в Персидском заливе. Еще как вариант, Иран может побудить Ливанскую Хизбаллу открыть второй фронт против Израиля. Насколько это на данный момент вероятно, ну скажем так, теоретически этого исключать нельзя. Общий же военно-стратегический баланс сил на Ближнем Востоке сейчас складывается не в пользу Запада. Армия Израиля, ключевого союзника Соединенных Штатов Америки в регионе, за три месяца так и не смогла полностью получить контроль над сектором газа и разгромить Хамас. А это несколько десятков тысяч боевиков без систем ПВО, без тяжелого вооружения. Это указывает на крайне тяжелые перспективы, если Израиль вступит в войну с куда более сильной Хизбаллой. И это не говоря уже об Иране, если они там решат еще как-то дополнительно вмешаться. Американский флот в Персидском заливе уязвим перед ударами иранской армии. Ответные удары американской авиации вряд ли смогут нанести какой-то критический ущерб Ирану. А сухопутной армии для вторжения Иран в этом регионе у США под рукой нет. Саудовская Аравия и Турция в этот проект в нынешних условиях вряд ли будет вписываться. Поэтому нельзя исключать, что у Ирана все-таки есть планы, так сказать, перевернуть шахматную доску. Однако вряд ли поводом для этого станет обстрел Йемена. Тут повод потребуется более серьезный. Ну и условия для этого еще необходимые. Причем много. Если же проанализировать публичное заявление и поступающую информацию, то получается, что на данный момент план у Ирана и его союзников примерно следующий. Во-первых, продолжать требовать прекращения огня в Газе. Это единственное, с чем согласны все исламские страны, несмотря на разногласия между собой. И сейчас они дружно давят на Запад, чтобы тот, в свою очередь, давил на Израиль. США же пока против остановки войны, но нельзя исключать, что они могут поменять свою точку зрения, исходя из обстановки в регионе в целом. Активность хуситов в Красном море – это один из элементов давления. И они, скорее всего, эту практику продолжат. Остановка войны без разгрома Хамас на Ближнем Востоке будет воспринята как однозначная победа оси сопротивления, центральную роль в которой, конечно же, играет Иран. Это же с большой долей вероятности вызовет острый внутренний кризис в Израиле, который на некоторое время парализует его политическую и военную волю. В-третьих, Иран постарается выдавить американцев из Ирака. И постоянные удары по базам США – это один из способов давления. Премьер Ирака, кстати, уже призвал иностранные войска покинуть территорию страны. Следующим ключевым этапом станет выдавливание американского флота из Персидского залива и обнуление влияния США в ключевом нефтеносном регионе планеты. Но, естественно, не факт, что Ирану удастся этот план реализовать, потому что наверняка американцы и Израиль будут пытаться его торпедировать. Да и соседи Ирана в лице Турции и Саудовской Аравии вряд ли заинтересованы в усилении влияния Тегерана в регионе. Однако серьезным ограничителем эффективности любых действий Вашингтона будет все то же изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Повторить в отношении Ирана опыт войн 1991 и 2003 годов в Ираке США сейчас не в состоянии. А попытка все-таки реализовать военный сценарий может быть для Вашингтона довольно опасной ловушкой, которая втянет американцев в большую войну в очень неблагоприятных для них условиях. Ну и теперь, что касается последствий для Украины, нового обострения на Ближнем Востоке, то здесь весьма очевидно, как и на примере войны в секторе газа, последствия негативные. Внимание в мире приключается с Украины снова на новую войну. Перенаправляются туда потоки оружия, в котором нуждаются ВСУ. Под серьезным давлением оказывается и Запад, который все чаще получает свой адрес обвинения в двойных стандартах. Почему западные страны осуждают, когда Россия бомбит Украину, и не осуждают Израиль, когда те бомбят сектор газа? Почему Вашингтон осуждает нападение Российской Федерации на Украину с точки зрения международного права, но при этом сам без санкций ООН наносит ракетные удары по Йемену? Это, собственно говоря, делает более трудной задачу переубедить страны так называемого глобального юга, которые сейчас помогают России выдерживать санкционный удар Запада. Да и война в Украине с каждым новым обострением на Ближнем Востоке и не только, просто превращается в, знаете, еще одну войну, которая где-то там идет. Ну, как минимум для Запада. Вот такая информация к Вашему размышлению, дорогие мои друзья. А что Вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С Вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. И напоминаю, что Вы можете поддержать нашу редакцию своими донатами. Информация о том, как это сделать, в описании к видео, а также в прикрепленном комментарии. Совсем скоро снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok